Расстояние Минкопса. Есть несколько формул, которые я вам сразу применю, чтобы не писать долго на доске интернет это время. Смотрите, что происходит. Как мы измеряем изгледовое расстояние? У нас есть две точки x и y, но расстояние от x до y это у нас не что иное, как сумма квадрат в разных координат, по каждой координате. Дальше от нее взят квадратный корень. В двумерном пространстве это совершенно тривиально, в трехвумерном пространстве тоже еще можно себе вообразить дальше то же самое, как вообразить с нашим. Вот здесь у меня было 6 и 7, я сделал 6 минус 3, 3 получил, возьмем в квадрат, получил 9, 7 минус 3 возьмем в квадрат, получил 16, просуммировал, получилось 25. Взял квадратный корень, получилось у меня 5. Манхэттенское расстояние. Это не что иное, как сумма модулей разности по каждой координате. Заметьте, что манхэттенское расстояние мы уже с вами незаметно посчитали. Когда мы считали вот эти вот штуки здесь, мы делали не что иное, как измеряли манхэттенское расстояние между точками. Но если вы теперь посмотрите на вот эту формулу и вот эту формулу, и вклидовое расстояние манхэттенское расстояние, вы увидите, что они настолько похожи друг на друга, что явно просятся обобщиться. Если мы возьмем этот вот запись, надо квадрат плюс х2 минус х2 по квадрату. Давайте я это запишу для двух. Здесь написано бодуль х1 минус х1 плюс бодуль х2 минус х2. А в общении напрашивающееся вот такое вот. Я сейчас нарисую некоторое количество... Во-первых, здесь можно взять точно так же не круглые скопки, а вертикальные, да, за это кодами ничего не изменится. Давайте я возьму вертикальные скопки здесь. Вот у меня получился то же самое, ничего не изменится. В принципе, для наглядности напишу еще вот здесь вот двое, чтобы показать, чтобы извлекали корень второй стих. А с текстом, который я рисую корень, в первой стихе... Ну, вы понимаете, значит, я делаю некоторые безумные с точки зрения привычной аннотации веки, но я их делаю не случайно. Сейчас еще больше безумных сделаю, запишу здесь еще в первой стихе и еще в первой стихе. Формула абсолютно параллельно устроена. Так что это берем модуль равности по каждой координации, возводим его в какую-то степень, все это суммируем, а дальше извлекаем корень той же самой степени. И вот эта обобщенная идея называется расстоянием Милковского. Вот здесь вот, где... Формула называется расстояние Милковского, когда показатель степени параметра P показывает нам, что происходит в данном случае с расстоянием с разницей по кардиналам, какую степень не возводится и корень какой степени извлекается. Ну вот, расстояние на плоскости можно, в любом пространстве, можно измерять сразу в назначении этого указателя P. Монхендетское расстояние это если P равно 1, а теперь давайте проделаем, ставьте себе вот наш пример, где разности по кардиналам были равны 3 и 4. У нас мы здесь брали 3 по знаку, плюс 4 по знаку, измеряем корень 2, получаем корень из 5. Давайте я теперь попробую, первый фиг у меня было 3 плюс 4, корень 1 из 9, и получается 7. Вот я теперь попробую сделать то же самое, в третьей степени. 3 в третьей, плюс 4 в третьей, извлекаю корень 3 степени. Что примерно получается? 27 плюс 64, в сумме дает нам 91, чему примерно равен корень 3 степени с 91? Ну так, как-нибудь. 6 с хвостом. Корень 3 степени. Кубический. Что с хвостом? 6. 6 в третьей степени, у нас получается 36. 4 с чем? 4 с чем? С каких-то хвостиком, да? 4 с половиной. Ну, получается 4 с половиной. Давайте теперь то же самое сделаем в четвертой степени. корень 4 степени с 3 в четвертой степени, плюс 4 в четвертой степени. 3 в четвертой, это сколько? 81. 4 в четвертой, это 256. И теперь нам нужно извлечь корень 4 степени из числа 337. Ну, это 4, но с каким-то хвостом, да? Потому что, типа, 4,1, 4,2. Ну, это я точно не знаю, да? Но ясно, что хвост. Ну, давайте я пишу 4,2. Примерно. Ну. Теперь во правительстве мы извлекаем корень миллионной степени из 3 в миллионной степени плюс 4 в миллионной степени. Сколько у вас примерно получится? 4. Получится примерно 4. Почему? Потому что 3 в миллионной степени доходит 4 в миллионной степени, это число абсолютно ничтожное. Так быстро выросло 4 в миллионной степени, что 3 в миллионной степени за ним догнать его не успело. И получится, что у нас примерно равно 4. То есть на самом деле оказывается следующая вещь. Оказывается, что если у нас имеются здесь разные числа подкор, а степень очень большая, и говорим о том, что это более большой степень, то из них важно только одно какое-то. Самое большое, совершенно верно, если получится, то у нас здесь не что иное, как просто максимум разности координат при больших P. Стремиться к просто максимуму разности по координатам при больших P. Но если у нас имеется какое-то количество координат, то результат получился плюс одинаковых правил на больших значений. Ну вы понимаете, что если у нас имеется миллион в quatre усмеиваний, то если у нас здесь миллион в миллионную степень нажимаем, 4 в миллионной степени. Так, 10 раз. У нас получилось 10 умножить на 4 в миллионной степени. Дальше мы извлекаем из этого корень в миллионной степени. И у нас получается корень в миллионной степени. 10 умножить на 4 в миллионной степени. То же самое, что корень в миллионной степени из 10 умножить на корень в миллионной степени. из четырех миллионной степени. То есть, ну, вы понимаете, что вот этот множитель оказывается при режиме в нежней щепот единице, тогда получается, что примерно все равно получается равно 4. Так что получается, что вот вам еще одно мерное расстояние. Если у нас p большое, мы просто берем, можно взять самое большое, то же самое, что взять самую большую разность по координатам. Давайте для закрепления этой идеи про разные меры расстояния мы с вами попробуем вот что. Сейчас я вам даю очень странное задание. Осознайте его, пожалуйста. Я прошу вас взять координатную плоскость, в двух метрах пространства у тебя остается, и нарисовать на ней единичную окружность центра в начале координаты. Единичная окружность центра в начале координаты. Вот она, единичная окружность. Это единичная окружность при условии, что мы меряем расстояние до их клина. Понимаете, окружность это геометрическое место точек, которые стоят на равное расстояние от центра. Вот у нас окружность по эспелиду с центра в начале координат и радиусом 1. Теперь такая просьба. Нарисуйте, пожалуйста, единичную окружность по манхэттенскому расстоянию. То есть геометрически резкий точек, которые стоят на 1 манхэттенскому расстоянию. И вот эта единичная окружность. Первая. Привычная окружность. Получается, квадрат как ориентирован? На 43 градуса. Да. Получается такая картинка. Вот это единичная окружность по манхэттенскому расстоянию. Это такая фигура, которую в быту за её поворотной подозвали Рольбек. Сейчас мы с вами с вами на экологическом занятии этого момента. Не только Рольбек, но ещё и квадрат. Но она оказывается таким образом, как мы понимаем, из любой точки на этих четырёх отрезках расстояние манхэттенское до фигура будет равно единице. Потому что x плюс y, модуль по x плюс модуль по y буквально единица. Это фигура, описывая вот таким образом. И третья просьба, которая... Третья окружность, которую я буду нарисовать, нарисуйте единичную окружность на основе расстояния манхэттенковского с P стремящейся бесконечности. То есть единичная окружность при очень большом P. Квадрат. Квадрат, как я так говорю, получается. Попробуйте, пожалуйста, нарисовать этот квадрат. Сами, значит, вы все потратили полминуты. А сейчас мы потом вместе нарисуем. Нам нужны, значит, нам нужны точки, которых максимальное отстояние по координатам от начала координат равное единице. Максимальное айтир, максимальное айтир. То есть это единическое место будет выглядеть вот так. Например, вот эта точка с координатами 1 и 0,5. У нее максимальное расстояние от точки 0,0 к этой единице. Точно так же у этой точек координатами 1, 0, 2 это то же самое. Поэтому вот получается единичная окружность в этом случае выглядит таким образом. И мы с вами видим, что это действительно важно, потому что разные меры расстояния дают разные результаты. Значит, мы с вами уже видели разные меры расстояния для отдельных слов. Мы с вами видели разные меры расстояния для, например, отдельных текстов. И мы видим, что что-то из этого может больше отношений к реальности, а меньше. В сихрен самiku meshöf, и каким-то одним вот самм Vegetarianом в реальности или другим. Вот, например, «Манх Russian» имеет отношения к реальности для пешеходов, а Euena имеет отношения к реальности для птиц, которое летит. по которым вы можете взять прямую. Так что выникает вопрос, какой из этих мер лучше использовать, в какой ситуации. Ну, вот те же самые образцы нарисованы для разных файлов. Ну, как-то, это в Википедии, так что сами на суд можете на нее по ногу полюбоваться. Ну, и с вами переходим к еще одной мере расстояния. Вот здесь вот у меня была картизм, читали, и словно про театрические меры. Вот измеряется расстояние между животными. Еще одна мера, которую мы только удивили, это косинусная мера. Мы с вами косинусное расстояние до сих пор не измеряли, но, в принципе, это тоже разумная возможность. Это одна из самых часто используемых на компьютерной инмистике возможностей. А именно, взять две точки, мы научились представлять тексты как точки, ну, например, 7-мерных пространств, 2-мерных пространств, сколько угодно мерных пространств, и посмотреть, чему равен угол между ними, чему равен угол между отрезками, приведенными из этих точек в начале картины. Если угол маленький, то тогда тексты близки друг к другу. Если угол большой, тогда тексты различные. Максимально возможный угол, какой у нас получается? Согласен. Помните, что мы имеем дело с реальными текстами, и по осям у нас нанесены частоты слов в них. 108 с этого быть не может. Почему не может быть 108? Потому что у нас частоты слов, это величины какие? Не отрицательные. Не бывает, что слово встретилось в тексте в минус пять раз. Да, но... Согласен. 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 Просто для новых позиализации. Ну, там, пожалуйста, 80-е расстояние, то есть, подробности очисления не удаюсь.